друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал дневник приемной мамы мои хорошие давно не было у меня уже обзоров на это семейство ну что ж сегодня прям вы знаете захотелось так скажем в целом поговорить об этой семье о последних роликах которые нам рекламировала данное семейство вы знаете вот честно я смотрю их ролики смотрю на постоянной основе да и порой бывает так что читаю комментарии на их канале и я собственно согласна с теми людьми которые возмущаются по поводу того что последнее время контент приемных родителей заходит немножко куда-то не туда я бы сказала не в ту русла да то есть дневник приемной мамы здесь говорится о том что ты как приемная мать в данном случае показываешь жизнь вашей приемной семьи соответственно ваших детей но последнее время вы знаете нет детей показывают так только в качестве массовки основное главное действующее лицо главная скрипка в этом оркестре это конечно же софия софа как они любят ее называть софа софия и так далее вы знаете я бы если честно назвала канал по-другому да в данном случае уже пора переименовывать канал из дневника приемной мамы в канал под названием я бабушка софия ну правда это было бы более более уже так скажем правдоподобно потому что показывают одну сплошную софию софия села софия встала софия взмахнула рукой софа софа ути моя божечки ты мой ути мой там туда-сюда вот и красивая девочка ну настю понятное дело то же самое да но в любом случае то есть девчонок словно не существует складывается такое ощущение словно девочек остальных вообще нет только одна софа суши я все прекрасно понимаю что ты бабушка софи да это твоя внучка и конечно же у тебя к ней такое вот отношение это понятно но с другой стороны не стоит забывать что есть еще и дочери твои то тоже их называешь дочками твои приемные дети которых ты взяла да а то как-то быстро получается софия маленькая да то домочка по-прежнему все маленькая ей там значит 8 лет ну а саша жени уже вообще взрослый по мнению Тамары Петровны очень интересно ну я думаю не 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 совру да и не дам соврать как говорится не совру вернее в том смысле что скажу что конечно же зрители приходят смотреть вообще в целом на семью и в первую очередь конечно же на девчонок приемных девочек да в этой семье и уж точно не на крики не на вопли не на ужасное поведение Софии которая в этой семье уже несмотря на то что она такая маленькая но она же маленькая но поэтому ей позволено все да ребят но согласитесь очень некрасиво смотрится со стороны да и когда этим сидят и умиляются взрослые люди которые даже не понимают что даже маленьких детей надо воспитывать вот этот момент один из великого множество моментов когда они приехали да в общепит и там София взяла и забрала у Саши пельмени но согласитесь что эта ситуация выглядела ужасно и Тамара Петровна сидит да и значит такая сидит спокойная поворачивается к Саше говорит ну ничего ничего ты же подождешь пока там типа София поест мне интересно там лежало несколько пельменей на этой тарелке а что Саша должна была подождать что ей оставят две или три штучки пельменей да и потом почему Саша или кто-то другой из детей да неважно кто это был вообще не имеет значения почему кто-то из детей должен доедать за Софией взяли да если вы знаете что София хватает любые тарелки от всех детей забирает уже от нее Тома садиться куда подальше да но значит либо заказываете ей одинаковое что-то либо пусть ее мама встает своими двумя ногами и идет и берет то что закажет еще раз София да нет в итоге значит Тамара Петровна сказала ну давай давай Саша я сейчас тебе пойду закажу но так Тамара Петровна не встала пятую точку свою не подняла в итоге пошла Саша заказывать сама себе как бы ну понятно что со стороны это выглядело некрасиво очень нехорошо и странно что мама этих приемных детей даже не понимает что со стороны она выглядит очень я бы сказала мягко говоря не в лучшем образе потому что ну ты ответственно за этих детей вместе со своим мужем вы взяли этих детей а значит ты должна отстаивать интересы именно этих детей да не своей внучки у твоей внучки на минуточку есть родители ну это к слову о птичках далее друзья мои как мне нравятся моменты когда Тамара Петровна всякий раз сидя с девчонками перед школой с утра пораньше говорит вот ничего не хотят есть вот ничего не хотят есть ну давайте давайте я вам вот то вот поставлю а давайте вот это но девчонки прекрасно понимают что они уже скорее всего опаздывают да не говорит нет нам ничего не надо вот готовы есть только одни сладости опять же тут же напрашивается вопрос а ты собственно для чего а ты что не в состоянии как-то поговорить с девчонками да что не надо наедаться с утра одними сладостями хотя ребят в моем понимании если бы у нее уже был накрыт стол да то есть вот пожалуйста девочки там привели себя в порядок пошли умылись до пришли завтракать и у тебя на столе уже стоит завтрак я уверена что девчонки бы сельбы нормальной позавтракали но когда на столе шаром покатит то понятное дело девочкам ничего не остается кроме как хватать какие-нибудь молочные ломтики или какие-нибудь шоколадки печенюшки и собственно вот этим как говорится завтракать почему-то мы с вами наблюдаем другую картину когда девчонки вместе с родителями попадают куда-нибудь фастфуд вообще пить да и так далее почему-то они едят абсолютно все и вот только дома у тамары петровны они абсолютно ничего есть не хотят но как только проводив школьников да так скажем за ворота до в школу тут же у них с мужем с василием накрывается самая настоящая поляна скатерть самобранка и они усаживаются довольные есть по полной программе еще один момент ребят который меня очень знатно веселит вот вы знаете вот честно насколько со стороны это смотрится конечно просто жесть просто нечто когда тамара петровна бегает специально с камерой за всеми дабы показать склоки и скандалы в их семействе опять опять сокрушается тамара петровна девчонки поругались вот ругаются вот опять ругаются причем вы знаете если сначала когда я начинала их смотреть я думала что она переживает немножечко по этому поводу то потом я поняла что нет тамара петровна бегает за девчонками только для того чтобы пилить на этой почве контента она не учит девчонок не объясняет что вы сестры да вы с раннего возраста растет ими вместе да вы должны друг друга отстаивать вы должны друг друга защищать вы должны друг у друга быть поддержкой опоры и так далее нет даже близко такого нет тамара петровна носится с камерой по всему дому по всему двору дабы заснять какой-нибудь жесткач где кто-нибудь кого-нибудь там метелит обзывает оскорбляет но где происходит какой-нибудь скандал горячая такая темка на эти мне очень было смешно когда она значит понеслась увидела жену и говорит ну что что а женя стояла во дворе она говорит ну что опять сейчас ругались женя такая грит нет она говорит нет но я же слышала что вы ругались женя горит ничего мы не ругались ну и пошла заниматься своими делами мне было так смешно то есть тамара петровна не слазь камеры на перевес бежала дабы успеть застать скандал девчонок но не тут то было тамара петровна опоздала и получилось так что она прилетела тогда когда уже собственно от скандала не осталось и следа ну согласитесь со стороны это выглядит конечно смешно а на самом деле да если прекрасно как бы вдуматься в эту ситуацию то человек намеренно специально вытаскивает все грязное белье выкладывает на все общее обозрение а потом жалуется какие же хейтеры сволочи плохие как же вот плохо они относятся к этому святому семейству так зачем ты сама специально причем на камеру постоянно отчитывает этих девчонок да и только настю нельзя отчитать и только про настю нельзя ничего плохого сказать тут же сразу же все удаляется комментарии закрываются комментарии удаляются а про девчонок пожалуйста можно как продолжали девчонок чехвостить в комментариях так и продолжают чехвостить одни чехвостят женю другие чехвостят Сашу, третье еще кого-то, и Тамара Петровна все эти комментарии благополучно пропускает, хотя могла бы давным-давно уже расставить точки на «ды» и сказать, что я, да, у нас канал, дневник приемной мамы, да, я показываю нашу жизнь, но я не разрешаю оскорблять моих детей, это мои дети, и это я их мать и так далее. Могла она так сказать? Ребята, да, конечно могла. Да, естественно, могла, если бы хотела, но для нее опять все эти склоки, скандалы и так далее, это большие просмотры, больший контент, а, соответственно, больше денежки. Поэтому Тамара Петровна и носится по дому как раз-таки с тем, чтобы заснять все скандалы, все вот эти вот моменты и весь этот негатив благополучно собрать себе. А потом правильно, а потом получается, что кругом виноваты абсолютно все. Поэтому Тамара Петровна и некогда заниматься своими домашними делами, да, ой, я устала, ой, я устаю, ой, туда, ой, сюда. В общем, друзья мои, вот такой у меня получился обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Всех целую, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok